Аварии, пожары, кражи и другие ЧП. Сейчас расскажу о самых громких происшествиях за минувшую неделю. В студии Елизавета Болдырева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Отец пятерых детей признался в убийстве 12-летней давности. Данная семья находилась на учете в органах управления социальной защиты. Мать отбывала наказание в местах лишения свободы, злоупотребляла спиртными напитками. Пожар в Агаповском районе унес жизнь двухлетней девочке. Подозреваемый в ночное время путем случайного подбора цифр звонил на стационарный телефон у чляпинцев. В Новосибирске задержали мужчину, который выманивал деньги у южноуральцев. Отец пятерых детей признался в убийстве 12-летней давности. Я говорю о смерти студентки Олеси Трофимовой и ее возлюбленного Алексея Щелканова. Признание Ивана Юдакина стало неожиданностью для всех участников судебного процесса. Напомню, все началось летом 2007-го. Внезапно, по словам обвиняемых, пропадает их общий друг Руслан. Возможно, с крупной суммой денег. Четверо подсудимых предполагают, что в этой истории замешаны близкие друзья Руслана. Олеся Трофимова и Алексей Щелканов. По данным прокуроров, обвиняемые вывозят пару в лес на разговор. Больше на связь с родными ни Олеся, ни Алексей не вышли. И тогда отец девушки Александр начинает поиски. Полицейские задерживают четверку подозреваемых, но отпускают через три дня. Те объясняют, что к пропаже не причастны. Якобы Олеся и Алексей выпрыгнули из машины и убежали. А дальше 10 лет молчания. Все это время Александр искал свою дочь, обращался к экстрасенсам. Вместе с поисковиками прочесывал леса. Написал письмо президенту. Этот документ переправили в Екатеринбург, оттуда в Челябинск, а затем в отдел полиции Курчатовского района. В 2017 году приехали следователи из Москвы и делу дали ход. И вот спустя 10 лет четверку подозреваемых вновь задержали. На этот раз они показали место убийства. Только заявили, что с Олесей расправился неизвестный человек. А они лишь помогали скрыть следы преступления. И вот теперь Иван Юдакин на судебном заседании признался в убийстве молодого человека. Приговор отцу, пятерых детей и еще троим обвиняемым назначен на 30 марта. И еще одно продолжение громкой истории. Следователи задержали подозреваемых по делу об исчезновении жителя Челябинска. Преступление могли совершить три жителя республики Крым. Южноуральца не было дома две недели. Напомню, по данным поискового отряда, все началось вечером 21 февраля. Пропавший ходил в супермаркет по улице Академика Сахарова. После этого сел в машину к неизвестному мужчине и уехал. Спустя две недели пропавший был обнаружен в аэропорту Челябинска, куда прилетел из Москвы. И вот следователи задержали подозреваемых в похищении найденного. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя города Челябинска, которое было возбуждено в феврале этого года по части 1 статьи 105, прекращено в связи с тем, что местонахождение было установлено. При этом было возбуждено уголовное дело по факту его похищения. Лица, подозреваемые в совершении данного преступления, трое жителей республики Крым, задержаны в настоящий момент в подозрении. С ними проводятся следственно-оперативные мероприятия в настоящий момент. Водитель пожарной машины, попавший в аварию в Златоусте, пойдет под суд. Мужчина признал свою вину в совершении ДТП, в котором погиб журналист. Радиоведущий Денис Куликов. Напомню, эта авария попала на видео сентябрь прошлого года. Вот пожарная машина с мигающими проблесковыми маячками выезжает на перекресток. В этот момент там едет Лада, за рулем которой журналист. Мужчине горит зеленый. Денис Куликов скончался на месте ЧП. По версии следствия, выполняя неотложное служебное задание, водитель пожарной машины проявил преступную неосторожность и не обеспечил безопасность движения. Свою вину мужчина признал. Грозит ему до пяти лет решения свободы. Добавлю, за моральный ущерб родственники погибшего просят пять миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд. Переходим к ЧП Огненным. В Агаповском районе загорелся частный деревянный дом. В нем жила семья с маленькими детьми. Девочка, которой было всего два года, скончалась. По словам пожарных, первой дым увидела соседка. Вместе с еще одной женщиной она попыталась через дверь попасть внутрь дома. Но не смогла. Тогда женщины решили разбить окна. Несмотря на дым и высокую из-за огня температуру в доме, они смогли вытащить мать и ее сына, годовалого мальчика. Те спали вместе на диване. Спасти двухгодовалую девочку не удалось. На помощь приехали добровольцы из поселка Светлогорск, а еще через несколько минут пожарные. К тому моменту дом горел открытым пламенем, начала рушиться крыша. Жилище удалось потушить. Добавлю, в прошлом году сотрудники МЧС приходили к погорельцам и обучили их правилам пожарной безопасности. Данная семья находилась на учете в органах управления социальной защиты. Мать отбывала наказание в местах лишения свободы, злоупотребляла спиртными напитками. Из-за того, что семья состоит на учете в органах соцзащиты, в доме установили пожарные извещатели. В день ЧП датчик сработал, но спящую мать не разбудил. По предварительным данным, женщина была пьяна. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Челябинцы устроили потасовку на улице Воровского. Не стесняясь в выражениях, кричали под окнами у сотен жителей города. И все это ночью. В нашем распоряжении кадры с места ЧП. Крики душераздирающие. На улице не меньше десятка человек. И все они участники одного конфликта. Один из молодых людей падает с лестницы. Остальные в ужасе. И тут несколько молодых людей решают уехать подальше от остальных. Садятся в машину. Другим участникам конфликта это явно не нравится. В чем причина этой потасовки? Сейчас выясняют полицейские. Они проводят проверку. Добавлю, по словам пользователей сети, такие крики и разборки здесь не редкости. Все они якобы возле одной и той же кальяной. Кроме того, недалеко отсюда убили 17-летнего парня. Трагедия попала на видео. Напомню, в конце февраля компания сидела в кальяной. Потом одна из девушек после ссоры решила пойти домой пешком. К ней, по словам друзей погибшего, пристали неизвестные мужчины. На защиту бросился 17-летний парень. Сначала разгорелся словесный конфликт, а потом оппонент подростка достал нож. Подозреваемые уже задержаны. Стражи порядка продолжают расследовать это дело. Два рыбака на озере Смолино провалились под лед. Стали жертвами собственного увлечения. Ведь на улице плюсовая температура. Благо, на этот раз это не реальность, а сценарий учений МЧС. Что же делать, если провалился в холодную воду? И в чем опасность весеннего льда? Расскажет Денис Киселев. Увидели провалившегося в воду человека. Выдвигаются к месту проведения спасательной операции. Тонет на учениях водолаз Всеволод Ягупов. По легенде, он рыбачил на озере Смолино. Но лед не выдержал, и молодой человек стремительно начал уходить под воду. На помощь приходят спасатели. На надувной лодке доставляют рыбака до катера. А затем на машине молодого человека увозят в больницу. Понятно, что здесь все закончилось благополучно. Но в отличие от реальной ситуации, на Всеволоде водолазный костюм. Я в костюмчик одел. У меня уже воздух есть там. То есть это своего рода жилет. Я в нем не утону. Ну вот это данный плюс три, плюс два выдержит. Уже работали в этом костюме. То есть в данном снаряжении сухого типа. Учения на льду проводят в преддверии наступления теплой погоды. Днем солнце топит лед, а ночью он снова замерзает. В результате образуются поры. И даже если толщина льда больше 70 сантиметров, он все равно очень опасен. Именно в это время рыбаки чаще всего и проваливаются в воду. В этом году, к счастью, у нас таких случаев не было. Но в том году, в весенний период, мы имеем пять утонувших со смертельным исходом. Чтобы предотвратить подобные случаи, спасатели выезжают к рыбакам на суднах на воздушной подушке. И раздают памятки о поведении на льду. Вячеслав Шемяков рыбалкой увлекается 45 лет. За это время не раз видел, как товарищи по хобби уходят под лед. Раз провалился, кое-как выполз. Опять идет, идет. Ну, там больше сотни килограмм, наверное, у него веса был. У меня почему 60? Опять провалился. Кое-как вылез из этого. И потом, третий раз провалился. Вылез и давай звонить МЧС. Но даже если рыбак попал в ледяную ловушку, спастись ему под силу. Главное – сохранять спокойствие и следовать четким правилам. Если провалился под лед, нужно первым делом, самое главное, не суетиться. Посмотреть по сторонам. Значит, если есть возможность, позвать кого-то на помощь. Потому что бывают люди пожилые, им тяжело самостоятельно будет выползти. А если выбраться получилось самостоятельно, то идти нужно в ту сторону, откуда пришел. Там лед точно крепкий. С 25 марта сотрудники МЧС будут рассказывать эти правила рыбакам. В рамках акции «Безопасный лед». Денис Киселев, Олен Хачатуров, ОТВ. И к другим темам. Житель Магнитогорска остался без автомобиля. Мужчина припарковал свою ласточку на бесплатной стоянке. А когда вернулся, обнаружил, что машина, которая стоит больше полутора миллионов рублей, бесследно исчезла. А потом оказалось, что автомобиль чуть не оказался за границей. На этих кадрах стражи порядка задерживают причину бесследного исчезновения иномарки. Подозреваемые два южноуральца и оба ранее судимые. Постоянного места работы у них нет, а за похищенный автомобиль они могли бы получить крупную сумму. Установлено, что автомобиль они похитили с целью дальнейшей реализации. При проведении обыска сотрудники полиции обнаружили государственные регистрационные знаки близлежащего государства, которые злоумышленники планировали установить на автомобиль с целью пересечения государственной границы, а также документы на транспортное средство с признаками подделки. За похищение иномарки задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия обоих отправили под стражу. Автомобиль полицейские изъяли и скоро вернут законному владельцу. А в Челябинске попытались ограбить подъезд. Молодой человек пытался проникнуть туда через окно в комнате консьержа. Но шалость не удалась. Незваного гостя в свой объектив поймала камера наблюдения. На этих кадрах мужчина 33 лет. Достал из пакета монтировку и открывает себе вход. Взломщик прячет лицо под капюшоном и явно не догадывается, что уже засветился на камере видеонаблюдения. Где-то в пол первого ночи у нас есть чат дома, в котором начали приходить сообщения. И я поняла, что что-то происходит. И зашла в наше приложение домофоном видео, где увидела человека, проникающего в нас. Отмотав видео, можно посмотреть было, что человек попал в наш дом. Мужчину тут же задержал сосед Ольги Ветошкиной. Он же вызвал стражей порядка. Оперативно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили рядом со взломанным оконным проемом мужчину. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Им оказался Челябинец с 1987 года рождения. В этой Росгвардии задержали гражданина и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. На этого мужчину оформили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Всего в этом году сотрудники Росгвардии остановили больше 200 подобных нарушений. В Новосибирской области задержали мужчину, которого подозревают в преступлениях на территории Южного Урала. По словам полицейских, сибиряк случайным образом подбирал телефонные номера. Звонил по ним и выманивал у собеседников деньги. Это кадры задержания из Новосибирска. Мужчину прижали лицом к стене, но он ранее уже был судим. И вот новое преступление. Подозреваемый в ночное время путем случайного подбора цифр звонил на стационарный телефон у Челябинцев. Представляясь их близкими родственниками, сообщал, что попал в беду и ему нужна срочная финансовая помощь для разрешения затруднительной ситуации. После того, как потерпевший соглашался передать денежные средства, к нему приезжал курьер, который не подозревал, что в данный момент происходит преступление. Курьер забирал деньги и переводил их на счет Новосибирцу. Сейчас установлена причастность задержанного к пяти эпизодам. Общая сумма ущерба 300 тысяч рублей. Жертвами мошенничества становились пенсионеры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия мужчину взяли под стражу. Сейчас полицейские проверяют, причастен ли он к другим преступлениям. К слову, случаи мошенничества участились в Челябинской области. Об этом рассказывают полицейские. Схемы разные. Так, на жителя Магнитогорска оформили кредит на сумму 677 тысяч рублей. Со счета у женщины из Трехгорного исчезли 400 тысяч. А пенсионерка из Еманжелинска потратила 705 тысяч на снятие порчи. Понятно, что полицейские возбудили уголовные дела. Но, согласитесь, гораздо спокойнее вообще не попадать в подобные ситуации. Тем временем полицейские призывают россиян к спокойствию. Дело в том, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются слухи о стражах порядка и о коронавирусе. Смотрим топ фейков о правоохранителях. Запоминаем и не верим. Фейк номер один. Во время рейдов полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Такие сообщения получили, например, жители Красноярского края и Курской области. Фейк номер два. Директоры учебных заведений, где во время проверок найдут учеников, будут наказаны. Фейк номер три. Сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город из-за двухнедельного карантина. Рассылку с такой информацией получили жители Липецка. Полицейские напоминают за распространение ложной общественно значимой информации. Под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова